У меня это письмо очень важное. Оно нам понадобится, потому что многие это делают. И Александр прислал фотографии, которые нам здорово пригодятся. Итак, он заказывал черенки Пипина Жигулевского, котики сына манчжурца. Высылаю фото, как растет. И с 15-й период 5 почти в рост. Ну, много-мало, это другой вопрос. Лучше бы 15 в прошлом рост. Как-то медленно, видимо, где-то ошибка. Да, ошибка. Да, Александр, вы ошиблись. Ошибка типичная. Эти ошибки занимаются миллионы. Вот. Итак. Ну, что говорить. По абрикосам претензий нет ни у вас ко мне, ни у меня ко вам. Правильно? Все прекрасно. И холмик, и растут великолепно. Все замечательно. Смотрим внимательно. Итак, прививка. Прививка сделана у земли. Все нормально, учитывая, там дата была. В общем, соответствует вот этот саженец. Он довольно неплох. Прививка неплоха. Он соответствует вроде бы, я пытался придраться, прививка у земли. Замечательно, что делал две прививки, то есть два саженка. Один пошел уже, саженец имеется. Довольно рослый. Что мне понравилось? У меня такое впечатление, что у вас тени растет. Вот тени, рядом, два, мощных дерева. Это раз. Значит, ждать от него мощного роста уже не приходится. Так. Ну, здесь я могу ошибаться. Может быть тут, так что тут метров пять. Может быть он весь на солнечной стороне. Ну, довольно приличный саженец. Так, среднее. А вот здесь хуже. Что вы делали? У вас растет дерево. Вот оно. Так. И вы от него, от нижней части, в эту веточку привили. Так вот. А она растет хреноватенько, как вы решили. Я тоже так считаю. Дело в том, что вы помните, если брать в целом, как я рассказывал, много фотографий. Помните этот вопрос из этого, из Зеленской области, когда там сотни килограмм дает от дерева персика, да, и человек собирается ее скалечить, ему сказали, срочно в ветке нижней отрежьте, иначе помрет. Вот. А дело в том, что я вам уже объяснял в предыдущих вебинарах, что ветки нижние отсыхают, как только им перестает хватать солнца. И шансов, а это не просто нижние ветки, это еще ниже, меньше уже поэтому. И если вы хотите, чтобы это развивался, этот саженец, а вот это вот малоценный, то начнете его постепенно убирать. Как убирать, расскажу ниже. Второй пример. То же самое. Расти не будет, не надейтесь, пока вот эту не отпилить. Если так уж грубо, примитивно. Идем дальше. Еще один случай. Опять 25. Да, растет. Но никогда вот этот саженец, он уже, он, вы знаете, у меня чувство такое, мне внутренний голос говорится. Прививка растет, но больная. Ей не хватает то ли солнца, то ли чего. Ну, не то это. Не так она должна, яблоня, выглядеть. Но это ладно. Вот это вот пилите. Вот тогда она на счет расти нормально. И, наконец, привожу свою фотографию. Вот это дерево я менял так. Кстати, не очень-то я радовался. Мне надо было испытать два сорта. Вот один на земле лежит. Вот второй на дереве еще висит. Я сделал две прививки. Вот бирочки. Привил та же, по такому же принципу, как и вы. Вот такой же принцип. И дождался урожая. Дальше я начал уничтожать это дерево. Вот тогда, знаете, для меня это самое осеннее полосатое было, ну, как запорожец среди автомобилей. Вот. Хотя урожай давало дикие, сумасшедшие давало урожаи. В конце концов, все ветки попереломало, но оно было бы мной предназначено к уничтожению, чтобы дать простор вот этим. В конце концов, ветки я уничтожил, отпилил. Расти оно толком не стало. Почему? В том моменту дерево уже было лет 25. Вот так. Поэтому ждать от него, что от этих старых корней. Это чай, вот это же часть дерева. То есть, если у вас молодежь, отпилите, иначе расти толком не будет. Не отпилите, вот так им будет маленькими шажками расти, и никогда вас не порадует. Вот ответил на ваш вопрос. Так. Добрый день. Ставлю с такой проблемой. Подскажите, что делать? Кстати, сколько мы говорим? Почти два часа. Так, еще немного, и мы с вами перейдем на вопрос-ответы. Но вот это очень серьезное дело. Дело в том, что мне такая штука знакома, да? Что вам делать, это понятно, вот здесь отпилить. Вопрос, что делать, чтобы вот это не возникало. Я на всякий случай, когда эта болезнь дошла до Урала, может, она наоборот с Урала к нам пришла, может, с Европы. Никто не знает, никто за этим не следит, если предъявить претензии хотя бы нашим уральским научным учреждениям, директорам. Ох, как они удивятся, скажут, а мы тут при чем? Никто не занимается, никто причинной болезни не знает. А наши абрикосы-рай, вот там на самом наверху, да, приглашение к это, самое, принять участие в турпоездке. Это, Ребрик помогает, я понял, этому сайту, написал замечательную статью про наш сибирский рай. Полын рая уже нет. Нет, потому что сколько у нас было яблок, вот, у меня все соседи сдавали с кубчиком, ведрами, от 50 до 200 ведер, имея по 10-15 деревьев. Теперь это все мертво. Нету ничего, ни от соседа, ни одного дерева. Как я еще держусь, то только потому, что это самое, у них же все-таки, знаете, как бывает, нет пророка в своем отечестве. Это значит, что где угодно брали саженцы, только не у меня, и не у Сергея. Вот результат. Теперь, вот, и это вторая фотография. А почему это Алматова? Алматова продает лак-мастику. Так, уверяет, он мне сам специально позвонил и сказал, проверял, может быть, не в такой стадии, когда уже ничем не поможешь, что такие вещи оздоравливались. Теперь была вот такая фотография. Явно, что, смотрите, я пытаюсь понять причину болезни, но она была всегда. Вот эти вот мелкие пупырышки, так, мелкие пупырышки, там семена этих самых, это значит, что это грибная болезнь. Вот. Там споры, они вот раскрываются и высыпаются. Вот это классический рак, к которому мы привыкли. Мы это называем по инерциям. А чё не рак? А чё? Ну, если что, нет, тут чёрный рак. Это, правда, ничего. То есть, по привычке раком называем. Потому что вид-то у него сильный уж раковый. А вот она, я так понял, или он, или она, отрезали, замазали, а болезнь пошла ниже. Видите? Вот. А это болезнь скоротечная. У нас уничтожено 90%. И я просто говорю, почему надо было вовремя, почему у нас нет науки. Дело в том, что уже скупщики, у меня ещё сад не был сожжён тогда, познакомили со мной. Приезжали с Иркутска, с Тувы и с этого самого, ну, в общем, с севера Краснодарского края. Ко мне, по моей наводке. И они уже, по крайней мере, один из них самый, рефрижератор купил под эти яблоки. Ну, чтобы, это, уже хранить, ну, чтобы перевозка была в охлаждённом виде. Ну, плюс абрикосы, сливы, вишни, понятно. Ну, и где этот рефрижератор? И что она, наверное, спрашивает, что с этим делать? Ну, ясно, теперь вот тут резать. Поможет ли лак Долматова? Не знаю. Лак Мастика. Это болезнь к нам. То есть, вот ещё. Уже была отрезана, пошла ниже, видите? Вот. Была отрезана, пошла ниже. Что это за болезнь? Теперь сюда ещё. Вдруг та самая Марина Кудина, которой я рассказывал, да, которая выступала, это самое, которая прислала ролик, где, оказывается, иркутские учёные не считают, что вегетативный гляд существует. Вот и считают глазоносить. Что это, спрашивают? Морозобойный или рак? Одно знаю. Беда эта страшная. Видите, как язвы раковые. На самом деле, что это? На морозобойный не похоже. И вот, смотрите, тут иркутс, там то, там то. Уже Урал захватило. Вот ещё, пожалуйста, фотография от неё. Если уже здесь, значит уже всё. Считайте, дерева нет. Третья. Считайте.